Друзья, всем привет! Вы на канале Футбол Юэй. Мы сегодня разбираем ответный поединок Киевского Динамо против Бельгийского Гента. Под прошлым видео вы нам насыпали много дизлайков, немного халатно мы отнеслись к анализу прошлого поединка. Даже уточки нас не спасли, но в этот раз мы все-таки разберем гораздо более подробно с картинками, стрелочками, все как вы любите. Поэтому поехали! Киевская Динамо возвращается в групповой этап Лиги Чемпионов спустя 4 года. На пути к этой цели у киевлян стоял бельгийский коллектив «Гент». Первый матч закончился со счетом 2-1, ну а во втором киевляне вышли с первых минут с осознанием того, что первого матча как будто бы и не было. Но бельгийцы начали действовать очень активно, высоко прессингуя игроков защиты Динамо. Держа в уме результат первого матча, именно футболисты «Гента» с первых минут поединка начали применять высокий прессинг на футболистов Динамо. Чего они и делали в первом матче. Динамовцы тут же отреагировали на это. Сергей Сидорчук начал опускаться в линию к центральным защитникам, чтобы помогать выходить из-под прессинга в фазе перехода из обороны в атаку. На шестой минуте впервые высокий прессинг принес дивиденды бельгийцам. Георгий Бущин под давлением не сумел хорошо выбить мяч, получилось не точно и не сильно. Гент, перехватив мяч, создал себе ситуацию 5 в 5, но ничего выжать из этого не сумел. В эпизодах, когда Гент большим числом футболистов пытался накрывать защитников Динамо на их же половине поля, киевляне начали пользоваться длинными передачами на супрягу. У Гента не получалось сохранять компактность, а потому появлялись разрывы между линиями. Ну а самое главное, Владиславу Супряге в матче против Гента удавалось лучше цепляться за мячи, чем это было в матче против нидерландского АЗ. И это очень важный фактор в этом матче. В матче против АЗ Супряга проиграл практически все свои единоборства в Лару и Копмейнерсу. Потому все мы с ужасом вспоминаем первый тайм того поединка. С Гентом же Супряга сумел более эффективно выступить в роли столба. Если мы обратим внимание на цифры в матче против АЗ, то эффективность единоборств Супряги и в матче против Гента, и в матче против АЗ была приблизительно на одном уровне. Но качество этих единоборств было абсолютно разным. Это как раз тот момент, когда цифры не передают всю полноту картины. При этом Супряга собрал на себе больше всего фолов. Четыре. Именно он заработал и один из пенальти. Был близок к тому, чтобы заработать еще один. Помешало ему в этом минимальный офсайт. Отмечаем, что это был хороший матч для молодого нападающего Динамо. Но есть куда расти. Естественно, в этом матче отмечаем также и Виталия Буяльского. Его умение открываться в полуфланге еще в свое время отмечал Сергей Ребров. Но в матчах под руководством Луческу Буяльский, словно акула, учуявшая запах крови, постоянно находит пространство в зонах между линиями и представляет настоящую головную боль для своих соперников. Так и в матче против Гента первая голевая атака была сооружена, когда Буяльский открылся под передачу Кензеры. После того, как Виталий принял мяч, он отпасывал на Владислава Супрягу. И у Супряги было два варианта хорошего развития этой атаки. Он мог сразу же попытаться пяткой вернуть на Буяльского тому на ход. Либо же он должен был пробрасывать себе на ход с последующим прострелом. Форвард Динамо выбрал второй вариант и не прогадал. Здесь необходимо говорить о коллективной ошибке футболистов Гента. Пластун не заблокировал этот прострел, а его партнеры по команде не накрыли Буяльского и не перехватили этот прострел. Из-за того, что Гент в этом матче пытался прессинговать своего соперника на его половине, то линия обороны вынуждена была располагаться высоко. Это позволяло Миколенко делать длинные передачи на Супрягу не только в борьбу, но и за спины защитником соперника на ход, где Владислав чувствует себя как рыба в воде. Отмечаем в этом поединке и Миколенко, который часто был тем футболистом, который начинал атаки киевлян. Как раз Миколенко был тем человеком, который делал вертикальные передачи и при этом имел самую высокую эффективность и точность своих передач. 95%. Еще одна хорошая атака на 16-й минуте вполне могла стать голевой. Снова активные действия Буяльского в атаке позволили динамовцам зацепиться за мяч, но Николай Шапаренко хорошим дальним ударом угодил в штангу. В обороне Динамо действовало уверенно и местами самонадеяно. Киевляне не стеснялись разыгрывать вот такие треугольники около своей штрафной, когда Гент большими силами старался забрать мяч. В ситуациях, где можно и нужно было сыграть проще, динамовцы начали уж сильно передерживать мяч. В этой же ситуации после розыгрыша треугольников молодой Забарни допустил первую серьезную ошибку, после которой у Гента возник первый голевой момент у ворот Бущина. В своих позиционных атаках Гент искал возможность вывести своих футболистов во фланг на навесную передачу. Это вполне очевидно. Имея двух габаритных форвардов, не стало откровением то, что именно навесные передачи станут главным оружием бельгийской команды в этом матче. В этой ситуации была важна роль крайних полузащитников Динамо, Депены и Родригеса. Они были вынуждены играть очень низко, помогая своим крайним защитникам. Луческу явно требовал от своей линии обороны по возможности сохранять минимальные разрывы между друг другом, дабы повысить плотность в штрафной площадке при подачах соперника. Также в этих зонах часто можно было увидеть Шапаренко и Сидорчука. И только в случае, когда ни крайний полузащитник, ни центральный не успевали опуститься в эту зону, только тогда во фланг на оппонента выдвигались крайние защитники. В фазе перехода из атаки в оборону Динамо использовал тактическую схему 4-4-2, где Буяльский выполнял роль второго форварда. Именно Буяльский и Супряга проделали большой объем беговой работы, накрывая центральных защитников и вынуждая тех играть через фланг короткими передачами. Забирая тем самым возможность сделать длинную передачу в атакующую треть. На послематчевой пресс-конференции главный тренер Киевского Динамо Мирчел Учевску раскрыл несколько тактических нюансов. Он рассказал, что было 4 главных задачи, которые должны были выполнить его подопечные. Длинные передачи, потери мяча соперника в центре поля и быстрые контратаки, перекрыть правого защитника и его подачи в штрафную, а также не допускать стандартных положений у наших ворот. До третьего забитого мяча у наших ворот был, кажется, только один угловой. Но впоследствии расслабились и позволили сопернику сделать многое, что мне не понравилось. Каждый игрок хотел показать себя, что в итоге приводило к опасности у наших ворот. Именно по той причине, что перестал выполняться четвертый пункт, о котором как раз сказал Мирчел Учевску, появилось большое количество голевых моментов у ворот Георгия Бущина. Все это уже было после того, как счет на табло был 3-0 в пользу Динамо. Но не отметить того, что бельгийцы имели просто умопомрачительное количество голевых моментов, нельзя. Настораживает, что и в матче против АЗ при счете 2-0 нидерландцы создали свой голевой момент и тогда чудом не забили. Именно из-за этой последней 30 минутки Гент обошел Динамо по всем статистическим показателям. Показатель XG у бельгийцев, который обозначает ожидаемые голы, в этом матче равен 4. У Динамо 3,4. То есть, если бы Гент забил все, что должен был, то счет на табло мог бы быть 4-3 в пользу бельгийцев и тогда дальше пошагал бы именно Гент. Но, как мы знаем, футбол не любится слагательного наклонения и потому так рассуждать все-таки неправильно. После того, как киевляне подрасслабились, на ван-сцену вышел первый номер киевлян Георгий Бущин. По его воротам нанесли 19 ударов, 14 из которых пришлись в створ. Также отмечаем, что целых 10 ударов были нанесены с ближнего расстояния. Трижды Бущин отразил удары соперников, которые подпадают под категорию суперсейвов. Два раза из двух голкипер киевлян удачно сыграл на выходе. Вполне вероятно, что перед матчами национальной сборной футболисты Динамо решили дать проявить себя голкиперу. Дабы Андрей Шевченко хорошо подумал прежде, чем выбирать стартовый состав на ближайшие поединки. Ну а если серьезно, то, конечно, тренерскому штабу во главе с Мирчей Лучевской необходимо будет установить причины, почему так происходит после того, как Динамо добивается результата, отдает инициативу и вполне может потерять результат и нити игры. Так не произошло, но так может произойти с более сильными командами. На послематчевой пресс-конференции тренер бельгийцев Вим Дедекер сказал, что его команда не забила большое количество моментов, а Динамо практически забила все, что имела. И он не понимает, почему так произошло. Поэтому просим всех вас отправить это видео главному тренеру Гента. Пускай его посмотрит, изучит и дальше следит за нашим каналом, потому что мы и дальше будем разбирать, как забивает Динамо и другие украинские клубы в Еврокубках. Ну а на этом на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, в комментариях пишите, понравился ли вам этот поединок. Ну и, естественно, подписочка. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!